И просто до словесных высказываний, просто когда бывают такие ситуации, что человеку говорят, ну что ты сделал, и вообще полный момент зовут, и тогда неспособный или не понял, и лечь открывается. То есть вот этот момент связан с четвертой функцией, что мы говорили про подростков, но вообще-то говоря, в большинстве случаев четвертую функцию лучше попробовать, потому что мы не знаем, какая там предыстория этих функций, и это как раз по чуть, чего нам не дано предугадать, как слово «наши отзывы». Совершенно не дано, потому что человек отвечает, во-первых, по вопросам. А как он вот видит, смотрите на его углу крепления. По его сенсорике, либо по этих эмоций, либо решенка, а второе такое дело такое. Ну и, конечно же, и отношения с этим человеком тоже будут испорчены, поэтому на другом. Поэтому вот этот момент. И тестирование тоже очень аккуратно затягивает эту тему абсолютно. Мы, например, в тестировании никогда активно не затягиваем зону четвертой функции. Если человек об этом поговорит, мы это отследим. Ну, в плане каких-то своих люблений, любил, нравится, не нравится. Но вот копаться не рекомендуется, потому что это вызывает общее напряжение, человек, который возникает всякие, не жилая в цене на обед, защиту и прочее. Так. Ну, у нас осталось два ответа. Деловая группа. Четырехмерная. То есть это, как говорил, наста... 300 с чем-то способов родительно честного отъема пеннику у населения и признаков урушения законов. Да? То есть это тоже подсказывание по деловой ролике. То есть многоимпорная деловая аналитика означает, что... с целью глобальности, что я был извлечь, когда... Остав Бендер по другому аспекту, ну, не важно, что... Он может извлечь деньги из чего угодно. Как самогон можно обнать из чего угодно даже из табулета. Да? Будет это. Опять-таки. Поэтому... Вот при наличии такой деловой лиги, в общем-то... Добыть деньги для предпринимателя или администратора не проходит. Но вопрос в том, сколько на это требуется времени. Премия. Премия — это да. Премия — деньги. Поэтому... Когда спросишь у человека, а вы можете, значит, там, сами дачу там отремонтировать или что-то построить? Я говорю, да, я могу. Но я бы считал, что это невыгодно. Моё премия... Моё премия стоит дороже. Тем проще на ней человека, который это сделает, чем я это буду ковыряться. А... Это особенно характерно для предпринимателей. Для администратора там не менее, потому что для них сама работа... Сама работа предоставляет... Ну, удовольствие, если что-то... Например, отдел. Да? Или там... Ну, какая-то эстетическая чем-то. Но... Когда уже видишь человека суток, ну... Особенно на руководящей работе... Он... Он говорит, да, я же сам всё делать, потом... А потом в тот раз там понял, что да, нет... Нет... Хочется, конечно, сделать, но я понимаю, что... Я здесь заработаю больше. Или мне надо вдохнуть, значит... А... Я лучше заточу. То есть там уже такой момент перфлексии... Вы вступали. Но... Эээ... Вот... Эээ... Вот... И характерно, что вот этот... Заработок, он... Он... Может быть, многообразный. Как мы помним, эээ... Можно... Некоторые предприниматели пытаются делать деньги из воздуха. Но вспомним того же Стапа Бендер, который продавал билеты в Провал. На вопрос, зачем вы продавали? А зачем вам билеты? И... Купить, проваловался слишком. Да? Цель. Тысяча. А... Поэтому... Вот... И... Конечно же... По вот этой глобальной деловой логике... Они просто для себя оценивают степень... Ну... Привлекательность того... Такое занятие, чем они занимаются. Это не обязательно бизнес. Это может быть какая-то работа вот... Связанная со строительством, например. С какими-то... Ну... Например... Очень... Ну... Многие люди этого типа... Очень... В силу хорошего логика динамического... Питают нежную логика различного рода механизма... Машина... И... То есть... В целом... Это не... Как термена констоки вообще не будем... Результаты. Но если уже заниматься... То... Они из этого будут... В какой-то максимальной... В какой-то момент... Трёхмерная... Вошельская логика... Она в критиках... И... Как это выглядит? Логика творческая, и они ей гордятся, в том смысле, что вот этот вектор творчества — это еще вектор изобретательности, изобрести новый вид бизнеса. И это очень характерно для критики, или новый какой-то прием. Или изобрести, для мастеров очень характерно, это именно какое-то практическое изобретение, рациональное предложение, какое-то усовершенство. Они находят в этом большое удовольствие. Тем более, раньше оно поощрялось на всех предприятиях советских. Была система раз-предложений, а все делали в 10 рублей, изобретение гораздо усложнее. Я просто видел мастеров, которые в месяц подавали по два-три предложения, раз-предложения как что-то немножко усовершенствовать, потом принималось, и в конце месяца они с удовольствием считывали. Чек приходилось распечатывать из бухгалтерии, плотная доплата. А вот смотрите, не ножухами, начислили за три раза предложения по десятке. То есть, это вот еще такая, вот по второй функции, для кого вы видите, такое аналитерс-польское. Они еще любят гордиться, чтобы книги сделали вот такой интересный момент, по деловой логике, чего-то достигли. Скажем, братский у нас учитель книг, который стал первым участником братского, он критик, и, значит, его гордость, предмет гордости. Я был в конце 80-х, но первым борцовщиком в Сибири. Я регулярно летал, значит, под гостейницу России в Москве и форсировал джинсы. То есть, это у него предмет гордости. Хотя, если мы, ну, кто-то знает, цеверское реальное, это было, вообще говоря, было уголовно наказуемо, что, например, он и холок, в статье «Скакулинации» и прочее, прочее, поговорили с иностранцами, но для него это было предмет гордости, что он не просто там аналитер был, а он еще был первый в этой фигурке. То есть, вот... Ну, и вот эта логика, она, так понимая, такую изочиненную форму, то есть, вот мы говорили, что просчитать будущее, просчитать какие-то возможные события, нумеровать поведение человека, вот для тех, это очень важно. Ну, понятно, потому что, соединенные, вот именно, что-то изобрести, что-то в будущем, что-то смастерить. вот, очень любят, именно смастерить, что бы это ни было, полочка, отремонтировать гараж, очень любят, чтобы была кладовочка. плодовочка, это святое, мать, это святое, где лежат все ненужные, отжившие свои детали, старые приемники, какие-то, механизмы, и все. и все. Потому что, опять, из этого, вы знаете, что можно сделать, если это правильно. Третья, на третьей, головая логика, нормированная, ну, этот, у нас, энтузиазм, или дед, логика, то есть, поскольку это четыре логика, то они очень любят представляться, вот, особенно первым там, как-то, очень деловыми, очень, очень, озабоченными людьми. Ну, только их немножко случилось, но, в целом, вот, стремление, ну, в наш, что, бизнес-верх, значит, деловая логика, очень востребована, и они, конечно, всякими знаниями, это третья функция, и когда они начинают говорить, что у нас все они так-то выставляют, он такой специалист по любой логике, по продажам, там, по, кем-то бизнес-процессам, ну, просто не по третий. Ну, потом начинается, вот эти, оказывается, что это третья функция, и, конечно же, вот, все, что они направили, усвоили, там, прошли курсы, тренинги, может быть, MBI, все это, все это хорошо, но, когда попадают в реальную ситуацию, реальную жесткую деятельность, там бывают, конечный прокурор. Вот, скажем, если они работают в середине, так могут работать даже, особенно идеологи, финансистами, убедили финансов, убедили второй. Почему? Ну, потому что там операция не очень сложная, в принципе, у нас поражается финансов большой, большой организации, ситуация известная, просто коктейли распределяют. Ему там не надо им особо манипулировать, не надо как-то их заширяться, то есть, есть большой, но, ну, стандартная ситуация. Если фирма частная будет, возникают варианты, потому что они начинают работать с деловыми модиками, вот, скажем, вот такими, это чаще присутствует, ну, возникают проблемы, потому что предприниматели их часто ставят в тупик и ошарашивают своими, там, своими предложениями перед ходами. В чем у нас был случай в Братске когда-то, что, значит, предприниматель, наш заказчик, он взял, у него вот сначала он взял помощника, потом другого, ну, типа замок, по коммерции, а потом через некоторое время, говорит, что-то через полгода, мы там раз в полгода бывали, значит, по коммерции, это по коммерции,